Здравствуйте, я Владимир Усов и это Одесса под контролем. В прошлой программе мы говорили о качестве питания в детских садах и школах города. После выхода программы реакция депутатской комиссии по питанию либо от представителей компании Олимпия Сервис и Битюк не последовала. Также мы располагаем информацией, что на сегодняшний день в одном из садиков города Ильичевск произошла вспышка острой кишечной инфекции. Последний тендер на поставку продуктов в Ильичевском управлении образования выиграла уже известная вам компания Битюк. Напомню, что руководитель этой компании Геннадий Горностаев был уволен из КП питания за то, что поставлял некачественные продукты в детские сады и школы Одессы. Причины эпидемии пока не установлены, но чаще всего подобные инфекции обусловлены некачественными продуктами и антисенитарией. В любом случае вопрос для нас не закрыт. По изложенным фактам мы обратились в прокуратуру и СЭС. На данный момент ждем реакции ответственных организаций. Я заявляю, что мы не остановимся, пока виновные в поставках некачественных продуктов не будут наказаны. Сегодня мы с вами поговорим, пожалуй, о самом мощном агитационном инструменте – о рекламе. Реклама – двигатель торговли, и любой, даже самый хороший товар не будет без нее популярен. Однако мы с вами отчетливо понимаем, что любая реклама стоит денег, а реклама в центре Одессы, да еще и в предвыборный период, стоит очень больших денег. Оздоровление детей, ремонт дорог, строительство стадионов и школ. Подобные декларации можно увидеть на рекламных носителях по всему городу и далеко за его пределами. Итак, во сколько обходится областному бюджету реклама бюджета народного? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились запросом в облгосадминистрацию. И вот, что удалось выяснить. Народный бюджет – это социальная инициатива губернатора, а его реклама – это форма отчета. Еще, реклама народного бюджета – это социальная информация, размещением которой занимается соответствующее управление Одесского городского совета. И самое главное, на рекламу народного бюджета бюджетные деньги не выделяются. А теперь давайте рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее. Любой бюджет формируется согласно положениям бюджетного Кодекса Украины и закона про государственный бюджет. Согласно этим документам – содержание школ, детских садов, больниц, ремонт дорог и выполнение целевых программ – пункты, обязательные к исполнению. Выходит, то, что господин Матвейчук называет своей инициативой, является законом Украины. Согласитесь, не может не радовать тот факт, что на второй год пребывания в своей должности губернатор все-таки взялся за исполнение своих прямых обязанностей. Пусть даже и под видом личных инициатив. Предположим, что реклама народного бюджета – это своеобразная форма отчета. Тогда в таком случае где и как можно ознакомиться с его полной версией, с цифрами и фактами? Ни Одесская областная администрация, ни управление статистики подобные документы предоставить не могут за их отсутствием. Откуда тогда взята информация про 120 межквартальных проездов и 8 новых школ? Неизвестно. Почему именно 8 тысяч добрых дел и какое доброе дело скрывается под номером, к примеру, 23 – неизвестно. Но мы узнали, что помимо формы отчета, народный бюджет – это еще и политический лозунг. В Одесской области фракция партии регионов становит большинство в местных радах. Народный бюджет – это политическое гасло, построенное за инициативой партии регионов. Позволю себе напомнить, что в состав Одесского облсовета помимо партии регионов входит еще 7 депутатских фракций, которые также имеют непосредственное отношение к формированию бюджета. Однако подобных рекламных льгот нет ни у кого. Почти на каждой рекламе народного бюджета присутствует логотип только одной политической силы. Согласно закону Украины о рекламе, социальная реклама – это общественно полезная информация, которая не должна содержать ссылок на конкретный товар и его производитель. Тем более, она не может содержать политические лозунги или символику партии. В чем еще особенность социальной рекламы? В том, что социальная реклама не предполагает рекламы какого-либо коммерческого продукта, политической партии, ну, либо еще чего-то такого. Иногда там размещают логотипы вот таких благотворительных фондов, куда можно обратиться по этому поводу, международных организаций, там, например, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения, да, организации, которые вот хотят, которые борются с этой проблемой. Смотрите, давайте обратим внимание назад. Сзади меня два бигборда. Справа остатки социальной рекламы по поводу борьбы с гепатитом С. Это действительно значимая проблема для общества. Мы действительно одна из стран-лидеров по заболеваемости гепатитом С. У нас чуть ли не эпидемия эта проблема, и вот там, мойте руки и так далее. Вот что я хотела донести социальная реклама по поводу гепатита С. Слева еще один бигборд, и это тоже социальная реклама. Но что там написано? Думай, говори на своем языке, и логотип одной из партий украинских. Насколько это значимо для общества информация, которая там размещена? Насколько это социальная реклама? На мой взгляд, взгляд как юриста и как общественного деятеля, это совсем не социальная реклама. Это пропаганда, это даже не пропаганда, это реклама одной из политических партий и ее лозунг. Однако у этих двух видов социальной рекламы есть одна общая черта. Они обе бесплатны. По закону, всего 5% рекламных конструкций города могут быть отданы под социальную рекламу. Согласитесь, рекламы народного бюджета значительно больше. Кто именно оплачивает размещение информации о народном бюджете? Мы решили узнать непосредственно у начальника управления Лилии Рогачко. Скажите, пожалуйста, меня примут? Примут в условном порядке. Вот. Я могу заявить, что вы имеете право с ним. Где написано в законе, хоть в одном, что я не имею права вести видеофиксацию. Ни в одном. А вот о принципах гласности и открытости написано в четвертой статье. Нет, вы не открыто. Работайте. Я зайду с камерой. Я могу зайти? Почему? Если я зайду сама. Вы ставитесь, я понимаю, на пункт 2.15. За то, что посторонние люди. Я зайду без постороннего человека. Я могу зайти? Если... Хорошо. Какой конкретно пункт я нарушаю? Я вот мне дали бумажечку. Я вот читаю то, что у вас написано. Під час проведения особистого приема громадянин за их желание могут быть присутствием их представники, повноважение которых оформлено в установленном порядке, то особи, которые перебывают в родинных отношениях. Правильно? Присутность сторонних осіб под час проведения особистого приема не допускается. Хорошо. Так меня секретарь не пускает. На каком основании? Я не могу попасть. Я не могу понять. Я не могу задать вопрос заместителю начальника, потому что меня к нему не пускают. Я же не хочу тут ломиться. Я хочу, чтобы просто не нарушались мои законы, как гражданина Украины. Вы нарушаете закон Украины про местное самообрядувание. Скажите, пожалуйста, имя и фамилию замначальника, который меня не пускает. И опять одесские чиновники игнорируют журналистов. На вопрос, почему гражданин Украины не может воспользоваться своими правами, был дан исчерпывающий ответ. Потому. А вот на официальный запрос ответ все же был получен, исходя из которого получается, что ведомство, отвечающее за рекламу в Одессе, понятия не имеет. Ни кто платит за рекламу, ни ее точное количество в городе. Управление рекламы не владеет информацией относительно особой плотника выготовления материалов соответствующей социальной спрямованности, а также относительно суммы денег, вытраченных на выготовление и обслуживание находясь с назначенных материалов на рекламных конструкциях. В конце концов, нам объяснили, что на рекламу социальной инициативы господина Матвейчука платят фанаты партии региона. Стоимость аренды рекламной плоскости в городе колеблется от 4 до 7 тысяч гривен в месяц. Предлагаю вам, дорогие деситы, прогуляться по центру города и приблизительно подсчитать, сколько же стоит любовь к партии сини-голубых. Можно смело говорить о сумме, равной миллиону гривен в месяц. Исходя из официальных документов, реклама народного бюджета должна размещаться в течение всего года. А это значит, что 1 миллион гривен нужно умножить на 12. И это только по самым скромным подсчетам. Итак, 12 миллионов гривен – это деньги, которые город не вложил в ремонт подъездов, ливневую канализацию или берегоукрепительные работы. Это деньги, которые мы с вами заплатили за рекламу народного бюджета. По всем фактам, изложенным в этой программе, мы обратились в прокуратуру города. Также мы просим Одесский городской совет разобраться с фактами нарушения закона Украины о местном самоуправлении со стороны руководства управления рекламой. И, наконец, мы требуем от Одесской облгосадминистрации назвать конкретные суммы людей и компаний, которые платят за размещение рекламы народного бюджета. Коррупция не пройдет. Одесса под контролем. Если у вас есть информация о злоупотреблении со стороны чиновников, нецелевом расходовании бюджетных средств, либо о любых других нарушениях действующего законодательства Украины, обращайтесь по телефону 799-25-90 или пишите по адресу питконтролемсобака.gmail.com. Развернутую информацию о деятельности общественной организации Одесса под контролем и подробные материалы наших расследований вы можете получить на сайте www.podcontrol.od.ua А также в официальных группах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.